Господа, сегодня я вам расскажу о семи мужских недостатках, на которые женщины, если честно, вообще не обращают внимания. Первым делом поговорим о деньгах. Да, не стану лгать, для большинства женщин деньги – это важная составляющая в выборе партнёра. Но не надо впадать в крайности и кричать, что все бабы продажные. Мы же парни, в свою очередь, тоже не без греха. И очень часто обращаем внимание на внешний вид. Это ведь первостепенный фактор. Если она красивая, мы в деле. Причина же, по которой женщины думают о деньгах, потому что это символизирует силу. Потому что для неё это означает, что ты сможешь позаботиться о ней, о детях, и что ты можешь решить большинство других проблем. Но суть в том, что если у тебя нет больших денег, или ты выбрал профессию, которая не очень хорошо оплачивается, есть способы, как преодолеть это препятствие. Первое – это испытывайте драйв и страсть к тому, что вы делаете. Например, вы выбрали профессию учителя, и ваша цель не быть просто учителем младших классов. Вы хотите расти и развиваться, и в конечном итоге изменить систему образования в вашем городе. Потому что вы уверены в том, что она может стать лучше. Когда у вас горят глаза от того, что вы делаете, то это очень сильно притягивает людей. Да, вы не заколачиваете миллионов, но у вас достаточно энергии, чтобы привлечь людей. Следующий способ преодолеть проблему денег – это зарабатывать достаточное количество денег, и при этом уделять время своему партнеру. Очень много есть парней миллионеров. Скажем, что вы такой. Вы инвестор. И знаете что? Вы никогда не увидите вашу жену и детей. Когда парень, который зарабатывает 50 тысяч, живет в маленьком городе и проводит все свои выходные с семьей. Как думаете, чей брак будет более счастливым? Многие женщины понимают, что лучше она выберет этого парня с пятью десятью кусками. Зато стабильно, и все понятно, у них будет один отпуск в году, но зато я смогу видеть его каждый вечер. Следующее предубеждение, которое есть у многих парней – это размер члена. Вот вам факт, друзья, на основе исследования Лос-Анджелесского университета. Женщинам абсолютно без разницы, какого размера член. Только 16% об этом думает. А вот что им важно – это то, какой потенциал у этого мужчины. А вот парни устраивают из этого куда большую проблему, чем она есть на самом деле. Женщины об этом не так сильно парятся, как мы об этом думаем. Далее, господа, поговорим о мышцах. Лично я, признаюсь, очень сильно переживал за то, что я был дрящом. Что забавно, моя жена говорила мне, что я отлично выгляжу. Мои друзья говорили мне, что я в порядке. Хотя я был уверен, что мне надо подкачаться. Но я не понимал почему. Причина, по которой многие ребята не уверены в своем теле – из-за навязанных идеалов о том, как должен выглядеть настоящий мужчина. Особенно в последние 40 лет. Вопрос скорее – какой тип тела более привлекателен? Все зависит от того, кого вы спрашиваете. А именно, какого они пола. Когда мужчин просили указать, какой тип тела, по их мнению, наиболее привлекателен, мы мужчину указали накаченное тело. Мы считаем, что это наиболее привлекательно. Женщины же, в свою очередь, указывали на самое простое тело, как самое привлекательное. Снова и снова они показывали этот результат. Существует ли идеальный тип тела? Ответ – нет. Должен, конечно, признаться, что держать себя в форме нужно, но это должно быть вам в радость, а не в тягость. Но, как выяснилось, люди обычно считают привлекательным среднестатистическое тело вашего окружения. Вообще, привлекательность тела меняется в зависимости от культуры. Так что, просто старайтесь достичь лучшего результата, который вы можете достичь. Но ни в коем случае не переживайте, если у вас не идеальное тело, как, например, у меня. Теперь перейдем к волосам, ну или пышной копне волос. Скажу сразу, самая плохая прическа – это редкие волосы. Это когда вы теряете волосы и стараетесь скрыть это начесами. Это считается, согласно исследованиям, худшим вариантом прически. Вам надо от этого избавиться и принять решение насчет своих волос. Если вы хотите сохранить волосы, найдите продукты, которые помогут позаботиться о ваших волосах. Что насчет пабрица на лысо? Что ж, поздравляю, вы приняли блестящее решение. Потому что есть небольшой процент женщин, которые вообще не могут оторвать своих рук от лысого скальпа. Лысые парни вообще считаются более мускулистыми, доминантными и агрессивными. А что насчет мужиков с длинными волосами? То же самое, что и лысые. Вы найдете женщин, которым это очень нравится. Кто-то это не любит, но в целом большинству абсолютно без разницы. Это только ваше решение, каким быть. Главное, чтобы вы выглядели опрятно. Заботились о волосах. Пускай они длинные, но их все равно надо подстригать. А что же насчет коротких причесок и средней длины волос? Это сигнализирует о силе и молодости. И так ходит большинство. Как же выделяться на этом общем фоне? Если вы ходили все время к одному и тому же мастеру, попробуйте поехать к мастеру на другом конце города. Может он поможет вам что-то изменить в лучшую сторону. Если вы пользуетесь одними и теми же продуктами, тогда попробуйте что-то новое. Отрастите волосы чуть длиннее или наоборот подстригите их сильнее. Найдите то, что поможет вам выделяться. Сильный подбородок. В последнее время я заметил очень много видео и статей на тему, как прокачать свой подбородок. Как сделать его более точеным. А вообще, женщины обращают на это внимание? На первый взгляд ответ кажется, что да. Потому что взглянуть на фильмы из Голливуда, то у всех этих актеров большие точеные подбородки, которые говорят нам о силе и мускулистости. Но тем не менее, когда я просмотрел исследование от 2013 года, в котором разбирались географические различия подбородков, то оказывается, что это очень сильно зависит от места, где мы находимся, и то, что мы считаем привлекательным. Поэтому является ли мощный подбородок привлекательным в вашей зоне обитания? Это можно узнать, исходя из среднестатистического размера подбородка в вашем окружении в вашей стране. Скорее всего, вы узнаете, что это правило не универсально. Так что, если вы переживаете, что у вас не такой выразительный подбородок, то вы просто тратите свое время. Теперь давайте перейдем к нашим дорогим игрушкам, которыми мы себя окружаем. Это машины, украшения и одежда. Господа, у меня целый канал, который посвящен тому, как лучше одеваться, как выбрать хорошие часы и как машина влияет на ваш стиль. Так что да, это имеет значение. И чаще всего все эти вещи используются женщинами, чтобы создать первое впечатление насчет мужчины. Если они вообще ничего не знают, то они хотя бы могут сказать «Хорош, этот парень может хорошо одеваться». У него хватает денег, чтобы водить красивую машину. Так что это отбрасывает нас к первому пункту о деньгах. Поймите, все эти материальные штучки используются женщинами и мужчинами, чтобы составить быстрое суждение о человеке. Потому что мы люди, и мы так сделаны, чтобы принимать решение драться или бежать. А судим мы, потому что видим. Никто не видит ваших навыков и знаний. Поэтому надо стараться показывать самое лучшее первым делом. Что насчет роста? Будь вы высоким или низким, или у вас средний рост. Люди принимают решения насчет вас в зависимости от того, какого вы роста. Хотите знать больше? Тогда смотрите вот это видео. В нем я рассказываю о хейтизме и то, с чем сталкиваются низкорослые парни. Но даже если вы высокий парень, вам тоже будет полезно посмотреть это видео. Так что приятного просмотра, но если вы ниже 170, то вам точно надо его посмотреть.